кукла каркуша сорока птичка каких только нет названий у этой необычной куклы клювик ее носик куклы действительно похож на птичий клювик но почему же кукла сорока несмотря на то что она игровая сейчас у нас весна скоро 22 марта день солнечного равноденствия а там и недалеко и до 1 апреля когда у нас по календарю отмечают день птиц когда первые весенние птицы жаворонки прилетают к нам из теплых краев и приносят с собой весну как считали раньше и вот раньше делали не сорок раньше делали жаворонков хозяйки пиклив 22 марта жаворонков из теста а дети делали вот таких вот жаворонков из кусочков ткани но со временем как же жаворонок стал сорокой не не может же сорока белобока нам весну принести на самом деле все очень просто свое время христианство которое пришло к нам из византии она накладывалась на русскую языческую культуру и вот некоторые языческие элементы в нашей культуре несмотря ни на что остались и вот так как на 22 марта приходится день памяти 40 севастийских мучеников отсюда название куколки переименовалась то есть был жаворонок стал 40 то есть к дню 40 мучеников но со временем ленивые изготовители переставили ударение и так из 40 жаворонка получилось сорока белобока вот в такой вот яркой и весенней одежки но на самом деле кукла весенняя и исторически это жаворонок хотя дети любили с этой куклой играть и в какой-то степени сейчас она может выполнять роль массажера могу даже продемонстрировать так одну куколку я поставлю в сторону чтобы она не мешала маленькому ребенку протягивали ручку и носиком сороки водили по ладошке и отсюда маленький ребенок мог еще приговаривать сорока белобока кашу варила деток кормила этому дала этому дала этому дала этому дала а этому ничего не дала он воду не носил дрова не рубил кашу не варил а на печи лежал то есть вот такая вот детская игровая куколка которая очень большая историческая связь